Привет, любители страшных игр! Добро пожаловать! Сегодня мы начнём прохождение игры The Dark Pictures, антология Little Hope. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаёк. Сегодня у нас будет ещё одна часть из серии антологий тёмных картинок. Называется она «Маленькая надежда», то есть Little Hope. Позавчера я устраивал голосование. Спасибо все те, кто голосовали, участвовали. Значит, в сообществе я опубликовал маленький такой опрос. Там было три игры на выбор, и вы выбрали именно эту игру. Я очень рад, что вы её выбрали, потому что, блин, мне самому очень интересно посмотреть, что здесь нас ждёт. Поэтому погнали, начнём. Так, хорошо, сейчас тут примем все политики конфиденциальности, так сказать, и начнём. Ну что ж, дорогие друзья, прошли мы тут всякие разные проверки игры. И, так сказать, вот она менюшка. Нам пишут «Не играйте в одиночку». Да, мы уж уже сто раз играли в одиночку. Да и тем более, если кто не видел прохождение прошлых частей, обязательно посмотрите, дорогие друзья. Прошлая часть — это тоже отдельные истории, отдельные рассказы. И там довольно-таки было страшно. Вот вспоминаю «Man of Medan» и также «House of Fascists». Было там очень жутко в определённых моментах. Окей, поехали, одиночная игра. Значит, тут и у нас история будет про каких-то ведьм. Так, поехали. Little Hope. Вот и начало, дорогие друзья. Довольно-таки очень интригующее. Опять же, озвучка в данной игре на русском. Загусочная у дороги 21.42 сегодня. Окей. Загусочная университет. Какой-то некий мужик куда-то едет по какому-то тёмному лесу. Но опять же, вот тут будут ведьмы, дорогие друзья. Какие-то всякие разные приколы жуткие, связанные как раз с паранормальщиной. Это довольно-таки очень круто. Окей, погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, спасибо. Да, что такое? Впереди не проехать. Авария, пришлось дорогу перекрыть. Красно. Мы направляем всех через Little Hope. Всё нормально? Вас ничего не беспокоит? Всё нормально. Просто хочу довезти своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. Вот и как раз в Little Hope должно что-то произойти жуткое, дорогие друзья. Это уже не к добру то, что нас направили куда-то в лес. На какой-то восток, в какой-то Little Hope. Всё это уж точно не спроста. Но наш водитель, я так понимаю, что-то знает. Ещё немного, и вы в жетоне дырху протрёте. И давно вы в завязке? Уже почти три месяца. Неплохо. Я слышала первые 90 дней самые тяжёлые. Знаю, это глупо, но мне всё равно легче каждого. Мы не туда едем. Ерунда. Небольшое отец. Это не ерунда. Спокойно. О, Джон, не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Ну вот, дорогие друзья, первая задница к нам пришла. Курс изменён. Да, дорогие друзья, если кто ещё не в курсе, как проходится данная игра, она в виде интерактивного кино. Мы здесь смотрим много косценок. И опять же, определяем очень важные выборы, которые послужат на концовку данной игры. Опять же, концовок данных игр куча. Окей. Ну хватит, Джеймс, ты знаешь, как меня злить, когда ты не принимаешь меня всерьёз. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и всё. Как же, всё, а то я не вижу. Прошёл слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Угадами это повторяешь. Меня больше беспокоит Мэган. А что с Мэган? Ничего такого не вижу. Ты как напьёшься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал её после молитв. Четвёртый раз подряд. У неё проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясёшься. Мне сейчас не до этого. Какой сюрприз? Толку от тебя никакого. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте. Делаешь из мухи слона. На пустом? Да вся семья нам не одной держится. И это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может быть у нас свои дети? Ничего такого бы не было. А вот это просто потло. Ты не видишь, как мне из-за этого тяжело? Не только тебе, тот тяжело. Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна. Я не шучу. Не сейчас! Не сегодня. Чёрт. Энтони, дом семьи Кларк. Таня опоздается. Массачусетс. Это её новая фишка. Окей. Так, а вот у нас первый выбор. Так. Без разницы. Анна всегда поздна. Так. Таня всегда опаздывает. Не, неправда. Кстати, дорогие друзья. Как начала встречаться. В данной игре. Парень явно ей не пара. Так, ладно, не буду перебивать главных героев. Напоминает какой-то жуткий культ. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клёвый. Это классика. Великий альбом. Слышь, перестань её лапать. Я так понимаю, действия происходят где-то в 80-х годах. Разуй глаза, тут же пластинки. Так. Окей. Не надо с ней так жёстко. Она случайна. У Мэган всё происходит случайно. Кстати, дорогие друзья, в данной игре играют настоящие актёры из фильмов. Я думаю, вы данного актёра узнали, который играл в фильме Миллеры. Ну, я думаю, много кто смотрел данный фильм. Вот. А если не смотрели, то это очень весёлая комедия. Так что очень приятно встретить знакомых актёров в данных играх. Если дверь не починят, придётся через окно залезать. Как дела? Знаю. Он опять налогался? Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Что на этот раз? Отец напился. Добно подумать. Они всё время ругаются одно и то же. Как старая заезженная пластинка. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнёс свой хлам на чердак. Эй, а нельзя повежливей. Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. Как будто она в прошлой жизни сержантом была. Тётка сержант. Так, он просто Деннис, так. С ним? Да всё как обычно. Да. Он просто Деннис. Он просто Деннис, всё нормально. Смейка ругается тут. Ха-ха-ха. Да, тётка сержант ходит. Пьяный папаша. Ха-ха-ха. Капец. Эй! Не сейчас, я занят. Эй! Успокойся ты! Боже! Напугала, милая. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Мэган. Я просто хочу принять ванну. И отдохнуть от этого дурдома. Чё-то меня напрягает эта девочка. Она как-то ходит как непрекаянная. Везде всё как затычка. Везде вот правда. То к этому подойдёт, то здесь сам подойдёт. Вообще непонятно. Так, вот этот ключ, конечно. Непонятно. Вообще всё очень подозрительно. Может, поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. И я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз всё серьёзней. Они говорили о Мэган. Она что-то натворила. Меня это не удивляет. С ней точно что-то не так. Не понимаю, чего к ней все цепляются? Ладно, мистер благородный рыцарь. Где там мелкая принцесса? Мэган наверху. Посмотри, как она, если ты не слишком занята. Пойду к ней. Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, если кто до сих пор не понимает, мы должны очень тихо продвигаться. Это такт пульса, короче. Типа такая тема присутствует во всех частях тёмной антологии, поэтому, блин... Если мы спалимся, то, конечно, будет хана нам. Мда. Окей. Присмотри за своей сестрёнкой, ладно? Мама беспокоится. Ничего, пап. К ней сейчас Таня пошла. Попробуй сам такую семью вырастить. От вас бы сам дьявол сбежал, поджав хвост. Так, ребята, вот тут геймплей уже другой. Мы здесь ходим с помощью мыши. Вот этого я не припомню. Походу, игру обновили, и... Потому что вот в прошлых частях мы ходили с помощью клавиш. Тут же мы ходим с помощью мышки. Но, скорее всего, знаешь, это сделали из-за того, что вот были некие баги, вот когда мы ходили с помощью клавиш. То есть можно было реально в каком-то столе забаговаться, а тут решили сделать с помощью мыши. Это довольно-таки прикольно. Окей, погнали осматривать квартиру. Так, окей, хорошо. Нас еще ознакомливают с управлением. Так, ну пока все в порядке. Вроде как ничего не предвещает беды. Так, хорошо, давай сюда пройдем. Посмотрим, что здесь. Может, что-то найдем. Не, ну вполне себе домик-то неплохой. Так, это еще что? Так. Обязательно к поручению для всех, кому интересно суды над ведьмами в Салеме в 1692 году. Так. Окей. Так. Не, скорее всего, ребят, по телеку Тут у нас атмосфера, знаешь, кого Наверное, начало 70-х Какая-нибудь середина 60-х Вот, я тебе скажу, что, блин Мне кажется подозрительным, что Здесь какие-то книги о ведьмах Все встречаются очень довольно-таки часто Так, хорошо, давай-ка сюда пройдем Давай вообще туда пройдем Так Не, ну, в принципе, управление с помощью мыши Ну, такое-се, я тебе скажу Вот честно, вот Так себе, вот правда Так, можно открыть, посмотреть Не знаю, зачем, но да ладно Энтони, где тебя носит? Энтони, куда ты провалился? Энтони! Это уже не смешно! Энтони, если ты мне сейчас не отведешь Ты прав насчет моей семьи Ты прав насчет моей семьи Я согласна О, ни хера, ты видел, кто там стоит? Энтони меня закрыла А тут не жарко Капец Капец Да ты гонишь Она пожар решила устроить Ё-моё Энтони этот куда-то пропал А то и стен ты не наш главный герой Деннис куда-то пропал Блин, капец Жопа началась Черт Мэгган Ты там? На кухне пожар! Ты серьезно, что ли? Мэгган 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 Мама Да куда все делись? Энтони, спаси! Эй! Энтони! Эй! Наверху! Какого хера ты там делаешь? На чердаке застрял! Лезь на балкон! Энтони, где ты? Мамы 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 Я не могу дышать! Кхе-кхе-кхе Кхе-кхе 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 Мэгган 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 Помочь Тане Я думаю Помочь Тане Конечно же Я не знаю Почему я выбрал Таню Дорогие друзья Наверное Наверное из-за того Что Короче Типа Блин Ну эта девка уже устроила Пожар мелкая Поэтому Блин Так Решительность Слезь по трубе Так Окей Решительность Проявляем решительность Дорогие друзья Ух Я не знаю Почему я Не стал помогать мелкой Но потому что Блин Она ведьма Как оказывается Но я думаю Ты понял Там Это она все устроила Блин Блин Черт Дерьмо Да ты гонишь Че за хрень Да ну Че за Бред Не может так быть Да ты прикалываешься Не ну ладно Может Хотя может так быть Черт Никому Никого не спасли Никому не помогли Черт Че за дерьмовый выбор То получился Надо было Говорить Что лезь в окно Е-мое А еще Деннис жив Ну и чуваку то Надо как-то помочь Ай Блин Да Ты че Охереть Охереть Дорогие Друзья Я че-то В шоке Какой-то Китайец Там уже Сзади нас Че-то Стоп Нет Блин Охереть Начало Дорогие Друзья Жесткое Начало Хотя может Мы Никого Бы не смогли Спасти Это типа Пролог Может быть Полученное достижение Так много Смертей Да И начинается У нас Жесткое Начало С этим Сохранителем Вот он Как раз Чувак Который тут Появится Будет нам Рассказывать Историю Дальше То есть Пролог Мы посмотрели Скорее всего Мы Правда Никого Не спасли Так как Это все таки Опять же Начало Типа Нужно было Показать Жесть Начало Ох Жестко Прикольно Какие Знаешь Вот Я не знаю Почему Но тут Вставляют Какие-то Ставки Из каких-то Фильмов Так сказать Каких-то Старых Фильмов Там Типа Про зомби Вот сейчас Тут был Такой Зомбак Ну Че Прикольно Сделали Все таки Заставочка Довольно Неплохая Но Вот Блин Довольно Таки Очень Интересно Заинтриговала Тема Заинтриговала Все таки Тут Опять же Сюжет Начинает Держать Потихоньку Окей Давай Посмотрим Начало И продолжим Субтитры Субтитры Это вы С возвращения У меня Есть Новая История Не Похожая На Прошлую Ну Погнали Мужик Че Нам Сегодня Расскажешь Должна Быть Тема Про Вень Так Интересненько Интересненько Вот Кстати Как ты Можешь Видеть Тут Стоит Четвертая Книга С Циркулем Это Короче Новая История Она Выйдет Вот Через Годик Где Так Интересно Окей Дай Послушаем Но мы так и поняли Что на пожар Мы не могли Повлиять Типа Да Это пролог То что Произошло В прошлом Жизнь Только Тень Минутная Да Сейчас Вы посетите Непонятный Может Тревожный Мир Насколько Тревожный Зависит От того Во что Вы поверите А насколько Непонятный От выбранного Вами Пути Есть Бесчисленное Множество Направлений По которым Можно Пойти Мы Редко Обладаем Все информации Но мы Должны Делать Выбор И надеяться Достичь Ясности Ну и Желаемого Результата Как и в жизни Ваши решения Важны Ваш выбор Затронет Судьбы Других Вы видели Начало Истории Так Много Смертей Сколько Их Еще будет Зависит От вас От решений Которые Вы Примете Вам Ближе Рацио Эмоции Слушайте Разум Или Сердце Верного Ответа Нет Иногда Лучше Одно Иногда Другое Позвольте Дать Вам Один Совет Всего Превыше Верен Будь Себе Но Я здесь Чтобы Фиксировать Ваши Действия А не Помогать Вам Я ведь Не должен Вмешиваться Да Ты Чувак Уже Много Где Вмешался Кстати Если Что Дорогие Друзья Но Мне Позволено Делиться С вами Мудрыми Изречениями Великих Рассказчиков Прошлого Если Я посчитаю Это Уместно Да И еще Коль-что Напоследок В Литл Хоуп Есть Картины Которые Показывают Возможное Будущее То Что Произойдет Или же Нет Ищите Они Могут Помочь Вам Пора На Похороны Идите Счастливо Стоп Какие Похороны Люблю А Так Подожди В смысле Ты любишь Похороны Как это Вообще Можно Любить Ладно Не будем Вдаваться Подробности Этот Чувак Очень Странно Дорогие Друзья Так Ну что ж Я тебе скажу Он говорит Я не буду Вмешиваться Все равно Этот хрен Вмешается В каких Нибудь Моменты Я тебе Вот правда Говорю Мы его Уже Замечали Так сказать В некоторых Сценах И Самой Главной Сюжетной Линии Игры Окей Любящих Объятиях Бога Сюжетной 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 Эндрю, 18 лет студент колледжа. Тревога, отстранённость. Окей, начинает нам показывать главных героев. Угу. Ммм, так, и, так сказать, нам говорят их примерные вот типа чувства, ну, типа, вот Тейлор, 22 года, студент колледжа, упрямство. Так, окей, Джон, 43 года, профессор колледжа, рациональность, властность. Ммм, не знаю. Окей. Тейлор, место аварии, 23.06, 27 мая. Может, поможете? Хватит дурака валять. Так. И что мне делать? Чего вы от меня хотите? Позвоните. Нам нужна помощь. Смотри, у нас уже отношения с ним упали. Так, раздражение, тише, я уже пыталась. Так. Гениально. Я уже пыталась позвонить. Нет сигнала. Попытайтесь ещё. Ещё отношения упали. Всё на это разглядит. О, смотри, упрямство повысилось. Отлично. Опять же, мы, дорогие друзья, прокачиваем тут отношения и характеры главных героев. Так. Что случилось? Автобус разбился, но все целые. Напугались только. А, автобус. Всё понятненько. То есть мы вернулись сейчас к автобусу, который перевернулся. Похоже, вы в шоке. Ещё и сотрясение может быть. Вам надо прийти в себя. Не двигайтесь. Сидите. Вот дерьмо. Бесполезная дрянь. Кусок говна. Так, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. А! 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 Дэниел, 20 лет. Также студент колледжа, добродушие и защита. Окей. Но меня пугает то, что в автобусе не оказалось друг ни с того ни с сего водителя. Он куда-то делся. Он пропал, дорогие друзья. Так. Анжела, 48 лет. Взрослая студентка. Грубость понимания. В смысле взрослая студентка? Может, неправильно перевели, типа? Может, какая-то взрослая учительница, но она на студентку никак не смахивает, дорогие друзья. Так. Тейлор, ты в норме? В норме! И мы, кстати, тоже целы. Ну, как вы там? Сойдет. Ничего криминального. Эй, Джон. Знаете, почему мы разбились? Не точно. Похоже, водитель пытался объехать что-то на дороге. Кстати, он с вами? Нет. Не видели. Странно. Здесь его тоже нет. Можете сюда забраться? Подъем крутой. Но я вижу тут тропинку. Класс. Идите по ней. Выведет к дороге. Встретимся там. Хорошо. До встречи. А, Тейлор, помогите поднять Эндрю, пожалуйста. Стоп. Я ничего не помню. Кто вы? Не страшно. У вас сотрясение. Я Джон, ваш профессор в колледже. Мы ехали на экскурсию в автобусе, вот не доехали. Аварий в программу не входит. Найдем остальных и помощь. Можете считать это упражнением на закалку характера. Ну, вы справитесь. Я ни хрена не понимаю, как с этим интерактивом взаимодействовать. Так. Такой реальный. Нас окружал огонь. Жуть. Видно, ты нехило по башке огреб. Тропа, которой пошли остальные, ведет на дорогу. Встретим их там. Давайте это обсудим. Уходить глупо, удобнее, подождать у автобуса. Нет. Просидим тут всю ночь. Лучше будет найти остальных и всем вместе пойти в город. Поищем там помощь. А где водитель? Должен уже вернуться. Он как раз поступил разумно. Пошел в город за помощью. Вы правы. Идем, я с вами. Я прав? Чем быстрее найдем помощь, тем раньше вернемся домой. Вы держитесь. Так, окей, отношения изменены. То есть, смотри. Отправляемся мы в путь-дорогу, так сказать. И что же так? Идите за Джоном. Так, хорошо. Погнали. Куда-то. В темный лес. Мы уходим. Тело свалило, а мы остались. Может, он не понимал? Шок у человека. Мы его пассажиры. Он за нас в ответе. Как это взял и ушел? Ни хрена себе. Что это? Как будто реквизит из дешевого ужастика. Вы почти угадали. Я читал про такое в книгах. Оно отгоняет отсюда злых духов. Боже. Это их прям ночь полная ужасов. Хух, ребят. Переключил я на стройках управления, потому что теперь все мы играем на клавиатуре. Значит, тут ничего не изменяли. Так, какая-то бабка ругается, как всегда. Но мы в порядке. Так, ну главное, они вместе с нами. Это главная новость. Блин. Бабка, как всегда, думает об одежде. Так, окей. Так, окей, промолчи. Не, с арканом давай. Блин, мне очень жаль. Да, выглядишь хреново. Все, бабка хреново выглядит. Она не точно выразилась. Эта девица отлично знает, что делает. Так, значит... Что происходит? Дорогие друзья, если будете играть в данную игру, то переключайтесь на клавиатуру, потому что тут на клавиатуре все-таки удобней играть, чем мышью. Окей. Мы тут на всю ночь? Мы пойдем дальше. Пока. Вы о нем слышали, Литтл Хоуп? Нет. Нет, не думаю. Вы должны знать о Литтл Хоуп. Где я должна была о нем слышать? Серьезно, это историческое место. Это очень любопытно. Откуда вы все это знаете? Я ведь преподаватель. Читаю книги. Не то, что вы. Да вы прям Эйнштейн. Все ваши знания есть у меня в смартфоне. Вот только без сигнала они вам недоступны. Девушки отдыхают. Рад вас видеть. Наконец-то. Всё в порядке? Да. Мы любовались видом. Ясно. Вы не особо торопились. Я волновалась. Ну, конечно. На воротах цепь. Не пройти. Поищите. Может, мы сможем чем-то сломать её? Сработает? Готов? Я буду толкать отсюда. Готов. Три, два, один. Давай! Вот это я понимаю. Молодцы оба. И что теперь? Пойдём в город искать помощь. Вы в курсе, где город? Да, мы рядом с Литтл Хоуп. Весёленькое название. Не поверите, но у Литтл Хоуп и правда мрачная история. Может, сразу пойдём? Без ваших нудных лекций? Слушай, а ты начинаешь меня раздражать. О, это ещё ерунда. Продолжать? Не много манер. Это просто. Охренеть. И по пути ты обливала Тейлор грязью. Что она говорила? А ты всегда за спину парня прячешься? Попробуй сама за себя постоять. Я не собираюсь с тобой больше спорить. Может, хватит? Нам тут и без тебя проблем хватает. Что ты лезешь не в свои дела? Мы только зря теряем время. Может, пойдём? Пожалуйста. Всё, бабка в осадок выпала. Короче, ребят. Типа всё. Бабка пыталась тут скандалить. Надо же, ты посмотри, что делается. Так. Значит, что ж, мы должны направляться в Литтл Хоуп потихоньку. Окей. Я настаиваю, что разумнее будет держаться вместе. Сами спасибо скажете, когда мы поймаем попутку и спасём вас всех. Заблудились? Нет. Мы опять тут? Как это возможно? Какая-то странная херня творится. Боже, то лишился гордости, то дорогу не найдёт. Ты к чему ведёшь? Ты голову потерял. Так не бывает. Не знаю, что вы пытаетесь доказать, но у нас есть дела поважнее. Дэниел? Эй, осторожно. Хватит прикалываться. Что тут вообще происходит? Мы пойдём вдвоём. Это уже не смешно. Подыграйте мне. Какая-то странная фигня творится. То есть они уходят в туман и обратно каким-то образом возвращаются. Ё-моё. Что? Я в другую сторону шла! Это ловушка! Выхода нет! Я... Я не понимаю... Точно. Мы шли в противоположную сторону. Так. Почему мы снова здесь? Ладно. Знаете что? Пойдём все вместе. Мы пришли оттуда, значит сможем туда вернуться. Очень прошу. Держитесь рядом. Не отставайте. Хотите, чтобы мы гуськом шли? Ладно, ладно. Иду. Да, бабка, ты точно будешь гусём тут ходить от страха. Блин. Капец. То, что они возвращаются в одно и то же место, это немного пугает. Признаю, это немного странно. Не немного. Ну, я же говорил. Как я и говорила, это ловушка! Отсюда не уйти! Что нам делать? Успокойтесь, дышите. Тут должно быть разумное объяснение. Может, мы погибли в аварии? Да, хорошая теория, но я уверен, что мы по-прежнему живы. Вы вроде писательское мастерство преподаете, не метафизик. Я знаю, кто во всём виноват. Это всё из-за вас и этой дурацкой поездки. Мы застряли в этом Литл Хоуп. Вы забываетесь. Я не мог знать, что автобус перевернётся. Я не виноват. Хватит херню нести! Следите за тоном. Я пытаюсь понять, что происходит. Так же, как и вы, и все остальные. Простите. Не понимаю, что происходит. Я не могу понять. Всё, как ты сказал, мы застряли в кошмаре. Тише. Всё будет хорошо. Мы вместе найдём выход. Кто-нибудь думает, что справится лучше? Ну, вперёд! Может, это глюк? Нам нужно выбраться. Пойдёмте сосредоточиться. Не медленно! Можете все заткнуться! Так мы не найдём помощь. И не выберемся. Он прав. Взаимные обвинения ни к чему не приведут. Нам надо действовать сообща. Спасибо. Используем логику. Туман отделяет нас от автобуса. Но между нами и городом тумана нет. Значит, пойдём туда. В чём смысл? Удаляться от автобуса! Смысл? В автобусе нет ничего, что может нам помочь. А в городе будут люди, телефон, что-нибудь. Больно признавать, но он прав. Кроме долбаного города нам больше некуда идти. Вот и договорились. Ты уходишь? Куда это ты? Давай, пойдём с ними. Пока всё не поймём, надо быть вместе. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... того... Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. Ой, Котя вышел. Прикольненько. Так, значит, что у нас тут? Ага. Какая-то избушка старая. Уверена, что это хорошая идея. Надо проверить. Внутри может быть телефон. Я зайду и осмотрюсь. Давай. Мы за тобой. Почему мы не идём с ними? Анжела знает, что мы мутим. Я уверен. Мы правда сейчас это обсуждаем? Как будто у нас нет других, более важных проблем. Это правда важно. Как минимум для меня. Говорю тебе, Анжела всё знает. Сто процентов. О чём вы с ней говорили? Она искала повод для сплетен, как обычно. Пусть думает, что хочет. Её это с ума сводит. Я ещё не готова рассказать о нас. Но уже скоро. Обещаю. Что сделать, чтобы ты поняла, что я тот, кто тебе нужен? Мне нужно знать, что на тебя можно рассчитывать. Что ты не подведёшь. Догоним остальных. Будем тут всю ночь стоять. Или войдём. Так, вот это уже меня насторожило, дорогие друзья. Чё это за хрень только что была? Так. Чё за хрень вообще происходит? Всё. Капец. Подозрительный чёрт. Я ожидаю какого-то выпада из какого-то жуткого монстра. Либо вообще какой-то чертовщины. Просто лютейший. Эй. Здрасте. Простите. Мы ищем водителя нашего автобуса. Чё? Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не даёт уехать. Ха-ха. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут застряли? Извините, что так ворвались. А наш автобус перевернулся неподалёку отсюда. Мы ещё слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Спасибо. Нет. Так, Барблэк Кэт. Хм, прикольное название. Ну, оставлю тут, если что. Так. Окей. Не знаю, напиваться ли нам или нет. Так, нет. Пока пас, дорогие друзья. Нам надо думать. Всё-таки. Зачем приехали? Литл Хоуп уже не тот, что прежде. Что здесь случилось? Всё выглядит заброшенным. Литл Хоуп похож на... Город-призрак. Туман этот. Жизнь идёт, так? А мы иногда стоим. Тут есть телефон? Нам необходимо связаться с внешним миром. Телефон есть. Но давно не работает. Может, где в городе есть подключённый? Да что с ним не так? Есть в нём что-то странное. Он безобидный. Просто выпил лишнего. Осмотримся. Должно уже быть здесь хоть что-то полезное. Может, и найдётся. Застрял в своём мире. Доска для дартс. Я когда-то неплохо играл. Да, поиграйте без проблем. Я пойду осмотрюсь. Смотри, может, к руке трёхки. Смешно. Я хоть пытаюсь выход найти, а ты чем занимаешься? Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл или... Я не новичок, Дэниел. Целюсь в дабл-двадцатку. Ладно, что-то вы можете. Ну ещё бы. Теперь утроение двадцатки. После такой ночи это почти олимпийский рекорд. На олимпийский в дартс не играют. Офигенный бросок. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернёмся к нашей цели. Куда ещё можно пойти в Литтл Хоуп? Выпивка дала в башку. Вы в порядке? Просто лишнего выпил. Мы оба не в лучшей форме. Так вы нам поможете? Если вы можете чем-то помочь, мы будем благодарны. Нет никаких нас. Блин, там только что на заднем плане сидел чувак. Или кто это там сидел? Стоп. А, ну в принципе это наши чуваки. И это, то есть команда, блин, неуклюжих студентов сидит на заднем плане. Так, газета. Давай смотрим, что же за газета это тут не так. Может какие-то новости найдём? Так, 12 октября 1979. Стоп. Напомню, что тут произошло. Встреча завершилась голосованием за распуск. Очередная волна конфискации. И имущество обрекает город на погибель. Так, Литл Хоуфа собрали в здании городского совета, чтобы встретиться с антикризисным управляющим Кэти Флинт. Теперь голосовать за распуск администрации. Сейчас, подожди. После закрытия от текстильной фабрики ОК и последовательной массы отъезда жители города и казна практически опустили. Назначенное антикризисным управляющим Флинт было поручено управление муниципальными услугами для оставшихся горожан. Однако очередная волна конфискации имущества банками означает, что после жителей вскоре покинут город и Литл Хоуф будет окончательно заброшен. Лишившись налогов в их поступлении, мы вынуждены распустить администрацию, заявила Флинт, конечно. Это печально, город исчез на глазах его жителей. Ясно, понятно. Значит, город начал пустеть. Вот и первая зацепка, что произошло с этим местом. Так, еще какая-то фигня. Давай посмотрим. 6 июня 1917. Так. Так, какая-то фотография военных лет. Так, очень странно. Так, здесь. Ага, можно выйти. Но выходить я пока отсюда уж точно не собираюсь. Так, давайте сейчас посмотрим, что тут. Это вообще что это? Азбука Морзе? Так. Ваши дети увлекаются астрологией. Так, стой. Преподуманный Карсон расскажет родителям, на что следует обратить внимание, и подобные увлечения могут привести к нарушению закона и сатанизма. Городское управление, Литл Хоуп, вторник. Так, понятно. Начинается фигня всякая. Ну вот, знаешь, типа... Нельзя увлекаться тем всем магией и всякой такой. Прямо какое-то средневековье. Ну хотя, не знаю, странное объявление. Так, а вот и телефон. Давай посмотрим. Вот в телефоне уже что-то должно быть. Черт. Прямо. Прямо. Эй, сюда. Уйдём отсюда и... Вы слышали? Да, точно слышал что-то. Вы... Это тоже слышали? Идём. Эти звуки были снаружи. Думаете, разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Всё равно надо идти. Удачи. В поисках и всём прочем. Звук идёт из города. Старый пидор от нас закрылся? Да уж, странный тип. Это ещё мягко сказано. Зачем переть в эту глушь, чтобы просто поддать? В смысле? У меня дурное предчувствие. Разберёмся. То, как возник этот туман... Он странный. Это что такое? Очень похоже на то, что Тейлор видела у автобуса. Джон говорит, они отгоняют злых духов. Как ему пришла такая мысль? Не знаю. Он профессор. Много читает. Должен признаться, мне любопытно, что это значит. С меня знаний хватит. Спасибо. Ты разве суеверна? Никогда не верила. Глупости это. Зато ты, похоже, во всё это веришь. Многие до сих пор верят в сверхъестественное. После такой ночи ты можешь поверить. Мало ли в какую чушь могут верить другие люди. Вот лично я не собираюсь. Я не согласен, но спорить с тобой сейчас не буду. Слушай, давай догоним остальных. Я больше не хочу торчать возле этой мерзости. Можете постараться не отставать. Блин, кто-то бегает здесь по лесу. Меня это очень сильно напрягает. Но опять же, хотя... Блин, это игра только разминку, так сказать, устраивает. Потом начнётся хардкор. Ей, ты можешь подойти? Что там? Я кого-то видел в лесу. Я никого не вижу... я точно кого-то видел сто процентов прости не верю ну кому придет в голову тащиться сюда посреди ночи ладно нам нужно догнать остальных вы двое чё за хрень чё за хрень дорогие друзья божешки стоп там какая-то жесть стояла хух блин ты слышала что это такое супер отлично мы в ужасе кто здесь чтобы там не было это совсем не смешно джон где вы дэниел тэйлор ну же джон где вы там это не смешно эй подождите что это эй посмотри сюда что это такое не знаю еще за хрень так окей сударыня меня зовут эндрю ты кто такая почему ты так одета блин напугали все-таки скрипачок сюда забацали так ну и конечно же жуткий кукол а за измальте поиграть со мной поиграть поиграйте со мной ведьмашки и проделки мэри я ничего не сделала умолкни я вижу твою истинную суть преподобный карвер не станет ратовать за тебя прознавший что-то не кшала с дьяволом эмми воротись здесь были еще люди у костра что я не вижу костра я тоже видел вы в порядке здесь все не так что бы ни случилось это в прошлом вы не понимаете вас с нами не было не понимаю что именно там произошло из тумана выбежала девочка мы говорили может вам это привиделось в тумане мы все на пределе на пределе как же я видела танцующую девчонку ясно как днем сказала ее зовут мэри она выглядела как девочка из моего сна но говорила со странным акцентом какой это был не знаю я сама не смогла разобрать во что это мы тут вляпались это мэри она пыталась напасть может замышляла какую-то пакость ты весь горишь девчонка что-то сделала нам нужно присмотреть за эндрю все окей боль уже утихла ну и похоже остается только дорога в город вы шутите есть идея получше то то же и и и так события резко обострились мы с муж поняли делаем и чего не делаем жизни так интереснее он ведет к последствиям согласны не смотрите так я не могу помочь помните иногда мы радуемся очнувшись в поле он пустой стакан пьет ну ты чё у него стакане пусто так ладно в своих странствиях за долгие годы я многого навидался узнал о многих верованиях и обычно в каждом есть крупица истины эти несчастные похоже столкнулись с явлениями пока необъяснимыми ну зловещие силуэты в лесу призраки прошлого девочка попавшие в беду или она есть беда на чем мы остановились анжеле не удается посплетничать стайла она не говорит а что же блин на заднем плане этот хор поет он перебивает блин мужика и не особо все диалоги там что-то улавливаю а еще так думаю он сбит толку но он ударился головой будьте спокойны некоторые ваши решения в будущем принесут плоды а некоторые окажутся прискорбны мужчина в баре проку от него было мало как по мне слишком не воспитан что-то явно беспокоит его хватит в литл холл творится что-то неладное возможно люди в беде идите же развеете этот туман отыщите но это уж точно это уж точно какая-то чертовщина там творится окей дорогие друзья следующей серии я думаю мы продолжим развеивать дальше туман в литл хоуп пока что мы закончим на этом данную серию да придется прям так закончить чтобы вот сохранилась интрига да вот так то хорошо дорогие друзья пока на этом пауза блин был довольно таки сегодня очень интригующе и страшно ну ты моментами было жутковато в принципе а так вот игрушка вот сюжетом так затянуло окей на этом все подписывайтесь на канал делитесь этим видео ставьте большие пальцы вверх с вами был как всегда я кот всем удачи и всем пока 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 пока